Спасибо большое, Алексей Сергеевич, за представление. Ну, конечно, есть какие-то преимущества в том, чтобы родиться чуть-чуть пораньше и чуть-чуть пораньше начать. Итак, что мы можем сказать по поводу фармакоэкономики вакцинации? Если говорить о структуре предотвращенных затрат при вакцинации взрослых, то на примере Соединенных Штатов мы с вами видим, что вакцинация против пневмококковой инфекции находится на втором месте после вакцинации против гриппа. При этом именно эти два вида вакцинации являются приоритетными для пациентов с вторичным иммунодефицитом, к которым относятся как раз пациенты с злокачественными новообразованиями, у которых иммунодефицит обусловлен и развитием заболевания, и его терапией. И если говорить о безопасности этой вакцинации, то вакцинация против пневмококковой инфекции на сегодняшний день абсолютно безопасна и рекомендуется всем пациентам с вторичным иммунодефицитом любого возраста. Если посмотреть, каких же пациентов в возрасте до 65 лет с нарушениями иммунитета вакцинируют против пневмококковой инфекции, то мы с вами видим, что каждый пятый из этих пациентов – это как раз онкологические пациенты. Почему так важно вакцинировать именно эту группу? У пациентов с нарушениями иммунитета риск инвазивных пневмококковых инфекций, а это у нас с вами и пневмококковый менингит, и пневмококковый сепсис, более чем в 10 раз выше, чем у пациентов без нарушений иммунитета. При этом не только заболеваемость у них существенно выше, но выше еще и летальность при заболевании на 30-80%. Если говорить о том, какие именно вакцины мы можем использовать, то полисахаридные вакцины характеризуются у онкологических пациентов довольно низкой иммуногенностью. Поэтому на сегодняшний день большинство рекомендаций клинических в разных странах включает применение 13-ти валентной конъюнгированной вакцины и через определенный промежуток времени 23-ти валентной полисахаридной вакцины. Причем этот режим рекомендован онкологическим пациентам любого возраста. Если говорить о российских рекомендациях, то тоже мы видим с вами, что эта группа пациентов относится к группе иммунокомпрометированных. И та же самая схема вакцинации. Это 13-ти валентная конъюнгированная вакцина. Не ранее, чем через 8 недель 23-х валентная полисахаридная вакцина для увеличения охвата сиротипов пневмококов. И через 5 лет еще одна доза полисахаридной 23-х валентной вакцины, потому что эффект вакцин сохраняется на неизменном уровне около 5 лет. Далее он начинает снижаться. Очень важный момент для того, чтобы вакцинация была эффективной, она должна быть вовремя осуществлена. И по возможности ее нужно осуществить не менее, чем за 2 недели до оперативного вмешательства или начала химио-лучевой терапии. Или, если мы не успели, то эту вакцинацию уже следует осуществлять через 3-6 месяцев после завершения. Что нам нужно знать для фармакоэкономической оценки вакцинации? Ну, конечно, мы должны знать заболеваемость. И мы понимаем, что это один из основных подводных камней в данном случае, потому что у нас с вами уровень риска и уровень заболеваемости и период дожития. Все это будет зависеть и от нозологической формы, и от стадии заболевания, и от коморбидности, и от возраста пациентов, и от целого ряда других модифицирующих факторов. То же самое касается и летальности. Ну и еще один важнейший момент – это распределение сиротипов пневмокока при инвазивных пневмококовых инфекциях и вне больничной пневмонии. Тоже у нас существует достаточно большая проблема. У нас в Российской Федерации есть единичные только исследования по сиротиповому пейзажу у взрослых пациентов, и эти исследования не включали пациентов с нарушениями иммунитета. Ну и, наконец, важнейший параметр – это, конечно же, эффективность вакцины. Что касается эффективности вакцины, то, конечно, мы понимаем, что у пациентов с нарушениями иммунитета эффективность существенно ниже, чем у иммунокомпетентных пациентов. При этом во всех случаях конъюгированные вакцины характеризуются более высокой эффективностью по сравнению с полисахаридными. Ну и если говорить о тех параметрах, которые мы использовали при расчете, то нужно сказать, что мы брали нижнюю кромку этой эффективности, мы брали самые низкие цифры из опубликованных для того, чтобы потом у нас не было сомнений в том, что мы завысили экономическую эффективность этой вакцинации. На самом деле существует достаточно большое количество опубликованных данных, которые говорят о том, что эффективность вакцин в отношении заболеваемости вне больничной пневмонии выше, чем указано на слайде. Есть данные о том, что 13-ти валентная вакцина обеспечивает снижение частоты заболеваемости вне больничной пневмонии на 35% в этой группе. Есть данные о том, что 23-ти валентная полисахаридная вакцина обеспечивает достоверное снижение частоты вне больничной пневмонии, потребовавшей госпитализации у пациентов с колоректальным раком на 12%. Наконец, есть данные о том, что эффективность вот этой комбинированной схемы обеспечивает снижение заболеваемости вне больничной пневмонии на 25 с лишним процентов. Все это можно, безусловно, оценить в рамках анализа чувствительности, но сегодня я докладываю вам результаты базового варианта, вот такого максимально консервативного, который предполагал достаточно низкую эффективность вакцинации. Использовалась модель Маркова. И если говорить о временном горизонте, то тоже мы использовали достаточно короткий временной горизонт, потому что очень гетерогенна вот эта вот группа, для которых мы проводили этот анализ, поэтому мы предполагали, что мы будем смотреть, что же произойдет с пациентами за 5 лет. И в результате анализ модели показал, что в расчете на 100 тысяч вакцинированных мы сможем предотвратить около 900 случаев заболевания вне больничной пневмонии, около 700 случаев заболевания инвазивными пневмококковыми инфекциями и около 200 случаев летальных исходов пневмококковых инфекций. Если говорить о затратах, то на сегодняшний день у нас обе вакцины входят в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, цена на них зарегистрирована. И вот мы видим, что затраты на вакцины составляют около 2800 рублей. При этом, безусловно, вакцинация обеспечивает снижение затрат на лечение пневмококковых инфекций. Оно достаточно значительно, составляет около 25%, но тем не менее мы с вами видим, что объем предотвращенных затрат не перекрывает в нашем консервативном сценарии и затраты на вакцинацию, поэтому мы должны оценить эффективность затрат дополнительных, которые мы вынуждены будем осуществить. И вот что мы видим. Мы видим, что один дополнительный год жизни с учетом качества потребует от нас затраты менее 600 тысяч рублей. И с точки зрения как здравого смысла, так и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в соответствии с которыми мы с вами должны рассматривать любую медицинскую технологию, которая обеспечивает один дополнительный год качественной жизни, путем затраты не более чем влового внутреннего продукта на душу населения в этой стране, а у нас на сегодняшний день эта величина составляет около 745 тысяч рублей, мы понимаем, что с любой точки зрения вакцинация должна рассматриваться как экономически высокоэффективное вмешательство. Ну и если говорить о том, во сколько же нам обойдется спасение одной человеческой жизни, предотвращение одного летального исхода от пневмококковых инфекций, мы понимаем, что да, спасение жизни обходится менее чем в миллион рублей. И таким образом мы с вами понимаем, что действительно это достаточно эффективное и высокоэффективное с точки зрения экономики вмешательства. Но очень важный момент это то, что, к сожалению, у нас очень низкий охват вакцинации онкологических пациентов, и в связи с этим можно сказать, что существует целый ряд международных исследований, которые показывают, что основной фактор, который определяет, будет пациент вакцинирован или нет, это рекомендация онколога. Рекомендация онколога увеличивает вероятность того, что пациент будет вакцинирован более чем в 10 раз. И поэтому сегодня мне очень хотелось бы призвать наших замечательных онкологов не отмахиваться от такого высокоэффективного как с клинической, так и с экономической точки зрения медицинского вмешательства, которое обеспечивает существенное улучшение прогноза пациентов и снижение летальности, как вакцинация против пневмококковой инфекции. Большое вам спасибо. Продолжение следует...